Итак, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку. Сегодня я хочу снова рассказать вам о аромате. Для тех, кто у меня в гостях впервые, меня зовут Талья. И здесь я обычно рассказываю о духах, о парфюмерии, о той парфюмерии, которую пробовала я и которую носила я или ношу на данный момент. Рассказываю только своё мнение, только свои ощущения на тот или иной аромат. Если мне он не нравится, я вам так и говорю, что он мне не подходит или он мне не нравится. Но у каждого вкус разный, все мы разные. То, что не нравится мне, не значит, что не понравится вам. Или же наоборот. Сегодня я хочу вам рассказать о одном хорошем аромате, скажем так. Он мне нравится, скажу сразу. Вот он, собственно говоря, Гуччи Премьер. Надеюсь, я правильно произношу. Премьер. Этот аромат у меня в концентрации парфюмированная водичка. У меня была и туалетная вода, и я немножечко их сегодня сравню. Хотя туалетной воды уже нет. Я её отправила одной девушке, обменяла на другой аромат, который мне интересен, который я не пробовала. А парфюмированная вода пока осталась у меня, потому что я всё-таки думаю, что я его, скорее всего, буду носить. Мне он больше понравился, конечно, чем туалетная вода. Но это не означает, что туалетная вода хуже. Нет, ни в коем случае. Туалетная вода не хуже, но она более на летнее, на тёплое время года, я так думаю. И она менее стойкая, она более такая воздушная, звонкая. В то же время она, ну как вам сказать, парфюмированная водичка гораздо слаще, и она амбровее. То есть на фрагрантике в пирамидке амбра нет. Но я ощущаю здесь амбру. Почему, я не знаю. Я её явно чувствую. Если слушать аромат именно с колпачка или с флакончика, абсолютно амбру я не ощущаю. Но когда этот аромат начинает жить на коже, сейчас я его на себя нанесу немножечко. Так. Когда он начинает жить на коже, там появляется уже аромат амбры, который не указан в пирамиде. И я люблю амбровые ароматы. Они очень... Придают аромату, наверное, женственность. Я так понимаю. Женственность. Какую-то томность. Да, я думаю, что это так. Поэтому я люблю амбровые ароматы. И на первом этапе я, конечно, амбру не слышу. Но минут через 15 уже она появится. Всё-таки я подозреваю, что здесь имеется амбра. Но настаивать не буду. Может, это какие-то аккорды, смешиваясь так, шалят на моей коже. Возможно, и такое. Но тем не менее, я слышу так. Итак, я вам хочу рассказать о пирамидке. Вернее, вспомнить пирамиду для себя. И мне будет проще рассказывать, когда я её вспомню. Основные слышимые аккорды – белоцветочный, цитрусовый, древесный, мускусный, фруктовый. Теперь о пирамидке. Этот аромат был выпущен в 2012 году. И верхние ноты – бергамот, ежевика. Средние ноты – белые цветы, мускусный, апельсиновый цвет. И базовые ноты – древесные ноты, пачули и сандал. Я могу сказать вам сразу, что я ежевику и пачули абсолютно не ощущаю совершенно. С первого нанесения, первые несколько минут, даже первые 5-10 минут, я чувствую очень хорошо белые цветы за счёт бергамота. Они свежие, свежие, да, свежие, чистые, лёгкие белые цветы, такие звонкие. Эта красота длится не очень долго, потом аромат начинает уже усаживаться на кожу, и он становится слаще, слаще и гуще, густой. Он негромкий, он немного припудренный и обволакивающий. Да, я именно таким его ощущаю. Вот я уже начинаю слышать мускус. Мускус я люблю, и здесь мускус красивый, лёгкий. Я его ощущаю, он такой сладковатый в сочетании с белыми цветами. Апельсиновый цвет, белые цветы, их много белых цветов. Древесность ощущаю ли я? Возможно, да. В базе я чувствую древесность, чувствую сандал. Ну, конечно же, мускус и белые цветы. И я ощущаю амбру. Ощущаю, и всё, ничего поделать с собой не могу. Чувствую я его так, этот аромат. Теперь в туалетной водичке хочу сказать, что там немножко пирамидка другая. Там добавлена, по-моему, нота шампанского. А ежевики там нет. Но нота шампанского там за счёт, насколько я понимаю, флендоранжа и лимона. За счёт этого слышна эта нота шампанского. Она довольно-таки недолгая. И там, конечно, аромат полегче, чем парфюмированная вода. Для тех, кто не любит сладкий, густой, насыщенный, томный аромат, вам, наверное, подойдёт, скорее всего, туалетная водичка. Потому что она довольно-таки лёгкая, довольно-таки прозрачная, немного сладковатая. Ну, знаете, да, действительно, наверное, можно представить, когда на улице, например, или в комнате жарко и душно, и перед вами стоит шампанское, которое вы наливаете в бокал и пьёте, вас освежает это шампанское. Вот эти пузырьки бьют в нос, и вообще приятно его пить. Но не кислое шампанское, а такое сладковатое, приятное. Я могу сравнить туалетную воду с этим шампанским. Вот парфюмированную воду я уже с ним не сравню. Это гораздо более тяжёлый напиток, я думаю, был бы. Возможно, это был бы... Да ликер он не дотягивает, нет, не дотягивает, но я бы могла его сравнить с хорошим таким настоявшимся вином, наверное, белым вином. Настоявшимся, которое долго уже простояло, и оно настоялось, и в нём уже и аромат, и вкус, конечно же, совершенно другие, более утяжелённые, более качественные, более чёткие. Я думаю, так. Так, и для тех, кто любит именно это направление, сладкое, томное, такое, манкое, манкое. Многие не любят это слово «манкое», но приходится иногда употреблять такие вот слова, потому что надо же как-то нам выразить, как мы чувствуем этот аромат. А он на самом деле такой довольно-таки манкий и комплементарный. Вкусный аромат, я бы сказала вкусный, но это, конечно же, не компот. Я его сравнила с настоящим, с настоящим и настоявшимся вином. А туалетную водичку я сравниваю, наверное, с шампанским. Так что, девочки, кто любит это направление, кто любит вот такие вот сладковатые, но сладкий, но негромкий, обволакивающий, как я уже говорила, и довольно-таки густой аромат. Даже если здесь нет амбры, но в нём вы можете найти или вам может показаться, что здесь есть амбра. Вот такая густота. Если вы любите такие ароматы, то я думаю, что этот Гуччи пример в парфюмированной воде вам понравится. Они, конечно, с туалетной водичкой очень отличаются. В принципе, аромат есть, конечно, и схожие ноты, но есть сходства, но они очень-очень разные. Конечно, мне больше нравится парфюмированная вода. Там здесь есть своя изюминка. Да, мне она нравится. А туалетная вода, к сожалению, мне не зашла. Мне показалось, она... Ну, как вам сказать? Много чего есть похожего. Вот так я скажу. Она для меня ни за что и ни про что. Просто она не села на мою кожу. Я думаю так. Она просто не зашла мне. А вот парфюмированная водичка очень даже как раз и мне понравилась. Роскошный аромат, я бы сказала. Красивый аромат. Я думаю, что он на каждый день. Флакон очень тяжелый, увесистый. Вот это мне тоже штучка нравится, болтающая. И, кстати, колпачок здесь тоже очень-очень увесистый. Я не знаю почему. Наверное, он не стеклянный все-таки. Я не думаю, что это стекло. По ощущениям, похож на пластик, но может внутри что-то есть металлическое. Возможно и так, потому что довольно-таки тяжелая крышечка. Флакошка тоже тяжелая. Стеклянная, тяжелая. Ну, в общем, такой вот вычурный флакончик. Красивый. Дорого смотрится. Дорого-богато. Но и аромат в нем тоже довольно-таки очень-очень приятный. Что я еще могу сказать о нем? Так, по стойкости он на мне довольно-таки неплохо держится. Часа 4-5 на себе я его слышу. И шлейф тоже, да, шлейфит довольно-таки неплохо. Но если говорить о шлейфе, то он, думаю, будет слышен часа 3. А дальше уже аромат ближе, конечно, к коже. Я его не пробовала летом. Хотелось, хочется его попробовать летом, но и зимой, весной, осенью он хорош, хороший аромат. Зимой он согреет вас. А про лето я уже ничего пока сказать не могу. Может быть, когда я его летом поношу, я новый отзыв сделаю о этом аромате и вам расскажу о нем. Комплиментарный. Многие делают, конечно, комплименты. Спрашивают, что у вас за аромат такой приятный. Вот сейчас я ощущаю белые цветы. Их много. Мускус сладковатый. И немножечко амбры. На данный момент я это ощущаю. И так он и будет дальше. Он так и будет дальше пахнуть. Очень-очень приятно. Кстати, туалетная вода, стойкость гораздо меньше. Я, наверное, уже говорила, может, подзабыла. Там стойкость пару часов, не больше, на мне. Может быть, на вас он будет стойче. На какой возраст? Я не уверена, что я могу сказать, что он какой-то возрастной. Но все же я думаю, что он не совсем для юных девушек. Хотя, если вам нравится, носите на здоровье. Вот туалетная вода, да. Туалетная вода могла бы быть и на совсем юных девочках. Думаю, она бы им подошла. Некоторые на фрагрантике сравнивают этот аромат с Жадором. Я Жадора вообще в этом аромате не слышу. Абсолютно другой аромат. С Жадором у меня не сложилось. Я его просто-напросто или не поняла, или что-то мне мешает услышать красоту Жадора. Но как бы там ни было, у меня с Жадором не получилось и не сложилось. А этот аромат мне очень-очень хорошо зашел. Замечательные ноты, замечательное звучание. Аромат, как говорится, и в пир, и в мир. В нем нет ограничений. И он довольно-таки безопасный, без риска задушить кого-либо или вызвать у кого-то негативные эмоции. Я думаю, что этот аромат совершенно не рискованный. Аромат хороший, добротный, приятный, красивый. Как я уже говорила, томный, густой и обволакивающий. Очень-очень интересный аромат. Так что советую вам к нему присмотреться.